приветствую всех любителей музыки а сегодня мы поговорим о важном аспекте музыкального процесса это балансы в треке возможно для многих это будет являться каким-то открытием новым для кого-то возможно это будет что-то уже старое и знакомое и интересное даже вполне но тем не менее с помощью балансов вашем миксе вы сможете достичь хорошего результата итогового звучания вашего трека и пожалуй на балансы в треке нужно уделять наверное максимально большое количество времени так как если нет понимания того как в перспективе вы будете выстраивать свои балансы планы в миксе то какие бы вы не подобрали офигенные классные звуки для трека вашего он не будет звучать и все и всего лишь нужно было сделать вот это сегодня как раз в этом видео я покажу процесс того как нужно выстраивать эти балансы постараюсь максимально простым языком это все объяснить на пальце грубо говоря хотя конечно много всяких штук там из инженерии взять но так подумал типа зачем это нужно если это можно в принципе сделать а на понедельном уровне и это будет более практичный элемент иметь то есть сегодня будет такое больше вообще не переключая это видео ты определенно из этого ролика вынесешь для себя что-то полезно и вопрос о том как выстраивать балансе в твоем треке они решатся а качество данного видеоролика желает лучшего ставлю не знаю куда пока сейчас буду на этапе монтажа определять уже где это будет расположена короче ребят если вы хотите полностью хороший разбор на ту же самую тема которая была и в этом видео переходите по ссылке в описании там я буду рассказывать 40 минутном видео полностью как вообще ну типа на другом треке уже на другом примере которые также подготовил заранее с какой целью это делаю во-первых чтобы немножко трафик пришел в группу telegram так там большое сообщество у меня очень много активных людей которым интересна музыкальная индустрия выкладываю большое количество всяких статей и всего остального много полезных всяких бесплатных плагинов которые загружаю опять же все будет зависеть от вашей активности если будет большая активность естественно у меня будет и желание выкладывать на полезный материал все больше и больше поэтому переходите по видео будет очень полезным потому что данной информации практически никто на ю тубе и да и в принципе в бесплатном доступе не показывает все вся эта информация в основном лежит всегда в платных курсах которые стоят от 10 тысяч и выше уж вы мне поверьте я проходил данные курсы и я знаю о чем я говорю так давайте начнем с того что мы начнем выстраивать балансы сегодня я буду применять один интересный способ который я давно уже практиковал но как-то он у меня отошел на задний план не мог я им грубо говоря нормально пользоваться однажды изучив этот способ было мало опыта не понимал как все-таки он правильно работает сейчас появилась уже наслушанность естественно опыта больше стало и я решил озвучить эту тему наверное многие знают что можно сводить баланс и выстраивать точнее с помощью розового шума наверняка вы слышали такое понятие чем заключается концепт данного выстраивания балансов в первую очередь и розовый шум что это такое я особо тоже даваться не буду в подробности просто помните что у данного вида шума у него спектр таким образом построен что когда мы его слышим мы воспринимаем как будто бы у него ровная такая чиха идет то есть не меняется громкость зависимости от тех самых возможно даже слышали фленчера мэнсона огибающих вот этих когда у нас например бас воспринимается там громче высокие тише независимо от того что если они будут играть на одной громкости то есть когда один и тот же инструмент но в разном частотном диапазоне может звучать по-разному будет восприниматься по-разному так вот розовый шум позволяет этого избежать и мы хоть и видим что к примеру там спектр будет вот такой на анализаторе но восприниматься это будет как одинаковая громкость на всем спектре давайте послушаем его сначала может быть сейчас будет громко нашел в целом вот такая у него характеристика все в интернете почему-то показывают что она именно вот такая но на самом деле если вы включите обычный эквалайзер вы увидите что там будет она в противоположную сторону сделано как я это реализовал в спане тут тоже самое если эту настройку слов сбросить то есть наклон она будет вот такой ну это логично типа здесь там шума по сути баса не слышим и слышим что здесь у нас высокие частоты преобладают но для того чтобы это более применимо было к музыке современной делают следующий образом наклон меняют в ноль и мы уже наблюдаем вот такую картинку и начинаем сводить наши балансы к этому звучанию многие делают также вот следующую штуку типа выравнивают примерно и и где-то вот так и баланса доводит от примерно в к этим к этим величинам то что примерно характеристика частотная была вот такой вот таким образом реализована данные почему я проговорю сейчас и делаю акцент на характеристиках а чеха потому что баланса в целом сама громкость звука будет напрямую зависит также от выстраиваемых гром громкостей но не всегда нужно здесь еще много аспектов учитывать все это я сейчас не расскажу но если вы будете применять именно вот такую технику когда вы вообще не понимаете как истраиваются балансы в целом у вас понемногу появится общая картинка и дальнейшем когда вы будете уже развивать идею вашего познания так скажем в этом направлении у вас появляется будут все больше и больше технических нюансов вы будете слушать ушами своими естественно это тоже нужно не забывать и в принципе даже этот способ будет как раз основана то чтобы мы будем слушать давайте не буду я сейчас сильно тоже опять затягивать хочется многом поговорить рассказать но на самом деле не так много времени на это и видео затянется какой в принцип нам необходимо первую очередь подобрать то есть у нас есть допустим уже микс какой-то готовый которые мы выстроили то есть у нас есть аранжировка здесь в данном случае будет дробь просто и мы начинаем каждый инструмент по отдельности прослушивать и выстраивать баланс и первая очередная задача какая сбросить громкость всех инструментов в ноль что мы сейчас и сделаем хотя давайте сначала прослушаем наверное как это все звучит без настроенных балансов чтобы вы понимали разницу то есть мы видим что здесь все перегружено на мастер канале лимитер то есть отключен все закинуто все перегружено если вы включите лимитер начинать его разгонять естественно ваш микс тоже развалится все будет пердеть хрипеть никому не нравится вам не нравится вот не понимаете что происходит поэтому давайте решать эту проблему первое что мы делаем это выкручиваем все ручки вниз как я уже говорил все фейдеры опускаем в нижнее положение и солируем лишь только один инструмент определите для себя что в вашем миксе будет важная в первую очередь то есть на что у вас будет в треке делаться акцент с того элемента начинаете сводить то есть по прогрессии сначала самый важный элемент примеру это кик в данном случае будет потому что музыка танцевальная и она задает по сути все основную ритмику и весь вайп дальше вы устраиваете думать так а если у меня здесь большое количество инструментов то скорее всего наверное вас будет где-то уже после этих инструментов звучать естественно вы начинаете выстраивать уже балансы с каких-то инструментов например лидов и так далее моем случае здесь будет нечто такое среднее значение и бас хочется показать и хочется показать также заполненность инструментария и вытащить вокал перкуссионные также должны работать хорошо подкачиваться и играть на грув давайте начнем с кика я его сразу же перевел в моно чтобы никаких странных вещей не происходило с ним выбирая вот такую область 4 такта и начинаю слушать открываю спектроанализатор переворачиваю его 0 как мы делали до этого опять же нужно выстроить белый розовый шум гром той громкости в которую вы будете сводить то есть нужно понимать что есть некие рамки ну и либо такие стандарты под которые обычно сводят это 6 децибел 63 то есть идет если вы под 6 децибел начинаете сводить на децибел метры это все дело оставляйте сейчас я также подключу его чтобы было более наглядно так как здесь плохо очень видно вот такой на зацебел метр будет я помещу где-то здесь справа здесь мы можем видеть что у нас это до 6 децибел примерно доходит наш розовый шум все мы определились что мы будем сводить под 6 децибел начинаем потихоньку прибавлять наш кик почему я сейчас его быстро в принципе вывел и поставил также на 6 децибел в принципе у нас будет играть от этого кика то есть кик будет это максимальная громкость вашего микса данном случае все остальное от него будет отстраиваться принцип какой сложен с розовым шумом если вы не знаете как и в каком положении выставлять кик примеру если он у вас лидирующий инструмент просто делаете на слух пока он не начнет слишком сильно выбиваться из розового шума то есть можете утрированно поднять и опустить тот момент когда он уже кик этот перестанет быть слышимым немножко возвращаете вверх чтобы он пробивался уже через этот розовый шум таком положении оставляете я просто знаю уже по своей практике что будет 6 децибелом я вполне достаточно будет я буду сводить от этого и звучание дальше я включаю хай-хэт и так где не умеет звучать то включаем также розовый шум кик отключили то есть у нас сейчас последовательность действий идет сначала мы выстраиваем все элементы в общем виде далее уже начнем подстраивать внутри микса но скорее всего этого делать не будем потому что того результата который у нас сейчас получится его будет достаточно в принципе и слушайте звук должен вам понравится хэта кик и все остальное не должны слишком сильно выбиваться из микса следующий элемент клэп мне нравится такой уровень его оставляю дальше у нас идет что-то там какой-то перкуссия по-моему хочу оставить примерно на этом уровне и потом кстати в конце видео сравнить тот какие были у меня настройки здесь в начале видео то есть вы видели что я все это дело сбросил у меня уже был подготовленный проект к его вчера сделал сегодня все сбросил и теперь я заново также выстраивать этот розовый шум и посмотрите как будут крутилки примерно на том же самом уровне находиться как и были в первичном варианте бас мы тоже потом свели по баланс выставили дальше идет насколько я понимаю это капелла и акапеллка Примерно так И все, давайте теперь просто послушаем Как получилось без розового шума С нашим выставленным балансом У меня ушло на это времени, ну сколько Пять минут, типа даже меньше Каждый инструмент прослушать Хотя их здесь достаточное количество Мы видим, что По децибелметру У нас теперь ничего не зашкаливает Слишком высоко Все находится в районе 3 децибел Да, есть некие выбросы Но опять же, это все устраняется Компрессией, обработкой Каждого инструмента, чтобы вы понимали У меня сейчас вообще на Каждом из этих каналов ничего нету Кроме сайдчейна По поводу сайдчейнов я сейчас тоже покажу Первый висит на басе, чтобы он просто подкачивался под бочку Второй висит на мелодии, на самой так же, чтобы подкачивался немного И третий висит на группе с перкуссионами И с хай-хэтами Для чего это, я сейчас также покажу Вот, и то есть каждый инструмент Еще по-хорошему нужно обработать Эквализацией, где-то какие-то частотки подстрелять Чтобы это еще лучше в микс легло Естественно, у вас больше 3 децибел Уже подниматься не будет И как правило, все звукоинженеры Которые на мастеринг просят треки Они просят микс даун Именно под 3 децибела Все звучит довольно гармонично Прекрасно Если у вас что-то будет не нравиться уже Когда вы будете слушать весь микс целиком Вы можете подкрутить что-то То есть уже в миксе в целом будете слушать И подкручивать Панораму выстраивать Это уже, конечно, отдельная тема Когда выстраиваются планы Опять же определяются главные лидирующие инструменты Побочные, там, второго плана и третьего плана В данном случае я сейчас это не рассматриваю Потому что, ну, это, опять же, видео долго затянется Вы слишком сильно нагрузитесь Эта информация будет лишней для вас сейчас Поэтому пока только вот по балансам Даже панораму не буду трогать Пускай все будет так Главное выстроить звук Если вы выстроили правильно баланс И вы уже победили, по сути Потому что уже как ни крути Если вы используете лупы Соскачанных там Со сплайс или еще откуда-то Как правило, данные сэмплы Они все уже звучат хорошо Для них нужно выстроить только Правильный контекст громкости в вашем миксе И все Там даже компрессировать, эквализировать зачастую Ничего не нужно, потому что уже все за вас сделали Теперь давайте поговорим по сайдчейну Первый на бас идет Здесь, в принципе, ничего Даже особо тоже не заморачивался Просто поставил первый попавшийся в пресет Настроил микс Как мне понравилось и все Даже не буду отвлекаться Единственное, на чем сделал акцент Это на хай-хетовых партиях Перкуссионных Здесь я обычно делаю следующее Если у вас звучит, например, шейкер Вот То желательно, конечно, сделать вырез небольшой Под транзиентами кика Потому что будут искажения Будет звук увеличиваться в громкости Когда будут складываться Типа чистая математика Здесь все и так понятно И, естественно, мы не хотим, чтобы у нас Из-за каких-то хай-хетов Микс становился грязным И вылазили какие-то артефакты Поэтому желательно сделать сай-чейн Такие партии хай-хетовые Грувы, перкуссии Чтобы немножко подкачивалось Это все дело под бочку Давайте послушаем вместе с киком Без сай-чейна И сай-чейном Да, окей, звучит Вроде там даже какие-то элементы И не выпадают вообще Теперь давайте послушаем уже сай-чейном В данном случае здесь на первый удар На первую долю нет насильную Никаких элементов Поэтому можно, в принципе, было здесь это исключить Вообще Его, как и здесь в первом варианте, не было Потому что я сегодня еще покажу еще один проект Где балансы не выстроены И мы также очень быстро все это построим Но это видео будет уже в моем телеграм-канале Туда нужно будет подписаться Перейти по ссылочке И можно будет посмотреть данное видео И последнее, что я хочу здесь сделать Естественно, мастеринг Элементарным образом Просто я подключаю сюда компрессию Следующим образом я выстраиваю Лимитер И теперь смотрим наш анализатор Тонал баланс Первый контролирующий наш элемент Все идеально звучит Типа все находится в пределах, в допусках И это еще можно доработать Если вы видите, к примеру, здесь провалы И вам действительно это не нравится Можете подтянуть эти частотки И все будет окей Если вы будете смотреть анализатор Типа спан И где вот эта вот штука перевернутая была У нас наклон АЧХ Желательно будет, конечно, вернуть Потому что будет следующая картина То есть у нас будет просто задраны басы И вы подумаете Блин, что я сделал Что я с этим вообще делал Теперь? Ну, блин, верните в обратное положение Все это дело Как это должно, типа, звучать В обычном миксе И смотрите Сравнивайте со своими референсами Разогнан трек до 6,7 люфс Звучит он офигенно Ничего нигде не клипует И опять же можете сравнить С тем, что у меня было И с тем, что у меня стало Звук практически не будет отличаться Есть одна рекомендация Что, к примеру, если вы делаете трек То балансы, сведения Делать лучше на следующий день Но, как правило, у многих нет времени Либо лень Или же, в принципе, не соблюдают Данную практику То розовый шум Очень хорошо перебивает Вот эту Загруженность ушей И мы начинаем слышать более-менее адекватно То есть Послушали розового шума немножко Пошли сводить После того, как вы трек писали Наши уши немножко устанавливаются В нормальном режиме И мы начинаем уже слышать адекватно Вот Ну, в принципе, я думаю, все Еще одно видео будет уже в Телеграме Хочешь, смотри Если хочешь, познать что-то новое Если не хочешь, не Ну и Как бы вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!